Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Аминь. Поучение Святаго Иоанна Златоустого на Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Всякий раз, как после холодной зимы засияет теплая весна, тогда и земля произращает зеленую траву. И древесные стебли украшаются цветами, и воздух блестает от солнца. И все птицы, летая по воздуху, мелодично чирикают. Тогда и живущие в горах пастухи и пастыри, вылезая из шалашей, преображаются лицом от красоты воздуха. И в ответ звонкому, чириканью певчих птиц, играя на свирелях и услаждая чувства своих неразумных овец, тихой поступью гонят их на пастбище. Тогда и земледелец, наточив камнем свой нож, отправляется в виноградник срезывать бесплодные побеги виноградной лозы. Тогда и приморские плаватели, при виде безбурного моря, покинув сушу, вручив своей души дереву, воде и ветру, безбоязненно прилегают по морскому хребту. И, словом, чтобы мне не удлинять своего приступа в слове, всякое искусство и всякое ремесло, устроенное людьми для житейской нужды, беспрепятственно приводится в исполнение, как только засиял тихий воздух. Так как и для нас воссияла небесная весна, Христос из детственной утробы, и рассеяла холодную бурную мглу дьявола, усыпленные сердца людей пробудила из мрака неведенья. Своими божественными лучами то устремим свой ум к небесной и блаженной славе. На Рождество Христа, блистающее божественностью, останавливает течение моего языка и связывает самый язык. Когда я представляю себе младенца, рожденный мать-девы, и деву безмужней, и порождение остающейся девой, когда слишком любопытствую в этом деле, тогда, не обретая способа, запечатлеваю дело верой. Как поистине, не дивно и не превосходит всякое помышление, что дева родила и обретена девой по рождению. Что она родила, это изобличало родившееся дитя. Что по зачатии она осталась девой, учила свойственное ее телу природа. Смотри тайну, которая зрима и незрима, овладеваема и неовладеваема, осязаема и необретаема. Кто не видел и не держал и младенца, и матери, но кто, видя девственную матери, и младенца, сына, девы, из любопытства исследует эту тайну. О, поистине, это тайна небесная и земная, которой можно и нельзя овладеть зримо и неявляемо. Таковым был и родившийся сегодня Христос, небесным и земным, которым можно и нельзя овладеть зримым и невидимым. Он небесный по природе божества, земной по своему человечеству, зрим по телу, не видим по духу. Им можно овладеть по телу, нельзя овладеть по слову. Но Христос, будучи Богом всемогущим, родившимся по своей воле, явился своим всему миру. Однако рождение от девы поражает мой ум, более тем, что дева зачела во чреве, не с неба сойдя, но и происходя от семени Давида. Состояние не из духа, но и с тела и души. Беременность чрева изобличалась делом, а зачатие было бессеменно. Он обитает на небе, и младенцем таинственно завершился в девственной утробе. По природе он рождался, но восприемницы, касаясь и рождающей, и младенца, не находили нетления, как у других женщин. Идущий через нее был Богом. О купина, которую видел Моисей на горе опаляемой и несгораемой! О Дева Мария, рождающая и остающаяся нетленной! О камень, который видел Даниил отсекаемым от горы, помимо рук человеческих! О девственная матерь, девственного младенца и священное дитя безбрачной жизни! Где слишком любознательные? Пусть они скажут нам, как Дева без мужа родила младенца и родив, не подвергалась нетлению. Если не объясним этот образ, так как рождение от духа, то тем более неисследуемо несказанное рождение слова от отца. Но ты веруешь, признаешь, что она родив, не подверглась, подверглась нетлению, а обвиняешь Бога словами, если нетленный отец, родив сына своего, подвергался истлению, это по-твоему не безумно? То тем более Дева, будучи тленной природой, родив, подверглась бы истлению. Если ты сам свидетельствуешь, что Дева, родив, не подверглась нетлению, тем более веруй, что нетленный отец, родив нетленного сына, не подвергся нетлению. Но оставив празднословцев, возвратимся скорее к богословам, проповедникам. Матфея 2.1 «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода?» Евангелист по необходимости обозначает место и время, чтобы неверующий в рождение Спасителя по плоти, исследовав место и время, обрел бы истину. Время он определяет властью Ирода. Из хронографов – место обозначением Вифлеема. Если в мирских договорах для точности изложения и консулы пишутся, и месяцы считаются, и дни обозначаются, и города отмечаются, тем более нужна была точность места и времени в обозначении для последующих, когда родилось спасение всего мира. Матфей рассказывает только о рождении Христа по плоти. Лука для точности во времени прибавляет и о сделанной тогда первой переписи. Он так говорит. «При Кесаре Августе вышло повеление сделать перепись по всей земле. Пошел также Иосиф из Галилея, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Лука обозначает у себя первую перепись, чтобы вместе и время точно определить и показать, что величайшая тайна при очевидности неявляема». Он говорит, что первая и вынужденная перепись – это рождение человека. «Нужно было, чтобы во время рождения Христа и потом обожествления плоти и низвержения дьявола и разрушения смерти, чтобы души праведных и верных поименно переписались в небесной книге, на земле – по повелению Кесаря, на небе – по приказанию Отца Ангелам. И Господь, благовествуя об этом, Своим ученикам говорил, «Тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Лука 10, 20. «Когда же Иисус родился в Ифлееме Иудейском, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Увы, я поражен чудом, угнетен зрелищем, и мой язык не находит, что прежде сказать или что опустить. Если я займусь его рождением, то изумляюсь, что дитя прежде, чем родиться, совершает знамение. Разве не величайшее знамение, что дева по рождению осталась девой? И молчаливое небо говорит через звезду. Жаждущим увидеть родившегося он посылает в спутнице звезду и показывает желаемого младенца. Матвей вспоминает о волхвах, пришедших с востока. А Лука об ангелах, он говорит, «были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. И ангела Господнего они увидели. И слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава в Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Христос родился. Земное с небесным сочетается. Ангелы с людьми составляют хоры. Пастыри на поле бодрствуют. Волхвы поклоняются. Небо светит. Земля приносит в яслях свой блестящий плод. «Исполнилось тогда на земле написанное «Истина возникнет из земли»» Псалом 84, 12. «Истина – это Христос, говорящий «Я есмь путь и истина» Иоанна 14, 6. «От земли, то есть от девы, воссиял по плоти». Я спрашиваю, откуда научились волхвы относительно звезды, что пользовались ее путеводительством, чтобы обрести искомого имя младенца? Не так, как некоторым воображалось, будто эта звезда блуждающая, и волхвы на самом деле не искали младенца. Если бы звезда была блуждающей, то как бы она указала истину Христа? Она остановилась в своем течении, как только достигла его, как бы и волхвы, если бы они не отошли на самом деле, и приносили от своих трудов такие дары, обозначавшие его божество и человечество, и исполнявшие пророческое слово, и будет жить, и будут давать ему от золота Аравии. Псалом 71, 15. Не так опять, как баснословцы говорят, будто звезда восходит при каждом человеческом рождении. Они не знают даже сказочной эллинской астрологии, думают, что они христиане, им мы скажем, о философы, вот им мы и скажем, о философы, если так было, как вы говорите, то скажите нам, когда из людей были только двое, Адам и Ева, как тогда небо было исполнено звезд? И во время потопа и погибели, вот всех людей, так не попадали же те самые звезды, но оставалось то же самое множество звезд, как было только Ной, когда был только Ной с тремя сыновьями и их женами. Но нужно внимать Писанию и размышлять о таинственном. Был пророком некто Валаам, которого позвал к себе царь Моавицкий проклясть Израиля, вышедшего из египетской земли. Кого бы он благословил, были бы благословлены, и кого бы проклял, были бы прокляты. Но он, приблизившись к израильскому лагерю и взойдя на вершину горы, увидел Израиля ополчившимся, воспользовался сравнением и сказал пророчески «Восходит звезда от Иакова, и восстает джезл от Израиля, и разит князей Моава, и опустошит сынов Омоновых» Числа 24-17. Эти волхвы из рода пророка Валаама, наследники его книг и пророчеств, подумав, что когда звезда воссияет, тогда восстанет и человек. Именно царь Иудейский, который не только сокрушит начальников Моава, но по Даниилу и все царства дьявола ослабит и рассеет. Они наблюдали это время, увидев сравнительно с остальными странно воссиявшую звезду. Они узнали, что она есть древнее предсказание, подследовали за ней, и, найдя родившегося, возрадовались исполнению пророчества. Но ты, слушатель, понимай, что волхвы – это образ язычников, обратившихся от своего нечестия под руководством несовершенного света, но как бы отраженного через Иоанна, так как они руководились звездой по пути к родившемуся во плоти Христу. «Смотри, и у меня звезда, пришедшая до младенца и остановившаяся в своем течении». Иоанн, подобно звезде, засиял проповедью и показал Христа словами. «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанн 1, 29. «Он прекратил свое течение, так как сказал, ему должно расти, а мне умоляться, Иоанна 3, 30. И, войдя в дом, волхвы нашли отрока и матерь, и пав поклонились ему. Нужно, чтобы приходящие ко Христу из языческой жизни прежде упали с высоты своего нечестия, и так как бы с земли поднимаясь, исповедовали бы рождение Христа по плоти, потом отчасти намекали бы на его божество». «И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Золото, как царю, ладан, как Богу, смирну, как страдальцу за нас». И Христос принял эти дары не потому, что нуждался, но для пользы приносящих. Принимая золото, Он отвращал их от серебролюбия. Принимая ладан, избавлял их от идолослужения. Принимая смирну, очищал их души от мертвенности. Если нужно и иную тайну рассмотреть, то изучим тщательно. Золото и смирну они приносят родившемуся, так как было написано о нем. Ему поклонится всякое колено небесных и земных и преисподних. То своими приношениями они предизображали будущее – золотом, словословий небесных ангелов, ладаном – колено преклонений земных человеков, смирной – умилостивление за души, содержимые в Ааде. Так как пришедшему ко Христу нужно владеть тремя добродетелями, о которых говорит Павел – верой, надеждой и любовью, то, открыв сокровищницу сердца, они приносили веру, блистающую, как золото, надежду, благоухающую, как ладан, любовь, связующую, как смирно члены церкви. И, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Матфея 20.12 Нужно было, чтобы раз пришедшие ко Христу не возвращались под тем же самым следом нечестия, но по упражнении в чистой вере и делах незаметно перешли от человека-убийцы змея в наследие Христа. Ему подобает слава во веки веков. Аминь. Аминь.